Древние волки являются предками современных собак, поэтому кинологи советуют воспитывать псов, копируя порядки волчьей стаи. А сторонники естественного питания уверяют, что собак нужно кормить только мясом и не давать им каши и сухой корм. Но на самом деле современные собаки очень отличаются от волков не только поведением, но и на генетическом уровне. В этом видео мы с вами попробуем разобраться, кто из этих животных круче – домашние псы или дикие волки. Волчья стая вызывает у нас ужас. Собаки же являются нашими друзьями и вызывают умиление. Но и волки, и собаки относятся к одному и тому же семейству – псовые. Самым старым останкам, принадлежащих прирученному волку, около 30 тысяч лет. Но окончательно этих хищников люди одомашнили около 15 тысяч лет назад. Древние волки, как и современные, ели исключительно других животных. Это хищники, организм которых не способен переваривать сложную растительную пищу. Но до появления сельского хозяйства мясо в рационе человека было роскошью. Те собаки, которые хоть как-то могли переваривать всё это, получили преимущество. В результате эволюции современные собаки, в отличие от волков, питаются не только мясом. Тем не менее, современных псов по сей день относят к отряду хищных животных. Но в отличие от волков, которые нападают на других животных, собаки мирно сосуществуют с другими домашними животными и часто даже заводят дружбу с ними. Конечно же, волк нападает прежде всего, потому что голоден. Собаке не приходится самостоятельно добывать себе еду, и это обстоятельство сказывается на характере. Собаки зависимы от человека. Волки же абсолютно самостоятельны и должны сами себя прокормить. Тем не менее, они точно так же, как и собаки, способны проявлять привязанность и быть верными. Также нужно отметить, что и сами собаки очень отличаются друг от друга. Ведь у сибирского хаски гораздо больше общего с волком, чем у шпица или пекинеса. А собаки бойцовских пород могут быть гораздо агрессивнее волка. Есть и псы волкодавы, которые были выведены специально для того, чтобы защищать домашний скот от волков. Но об этих псах мы поговорим немного позже. Несмотря на родственные связи, волки с собаком вовсе не друзья. Волки довольно часто нападают на домашних собак. Пёс на привязи – лёгкая добыча для волчьей стаи. Иногда хищники нападают на собак от голода. Зимой еды мало, и если волкам приходится выбирать между погоней за зайцем, схваткой с медведем и нападением на домашнего пса, они выберут последнее. Но бывали случаи, когда волки нападали на собак, но не притрагивались к их плоти. Значит, они не всегда рассматривают псов в качестве еды. Иногда ими движет просто ненависть к этому виду. Но в чём причина такой нелюбви к родственникам? Возможно, они воспринимают собак как пищевых конкурентов. Особенно жестоко волки расправляются с теми псами, которые оказываются на их территории. Но справедливости ради нужно сказать, что точно так же они относятся к лисам или койотам. Волки очень территориальны и не терпят чужаков. На этих кадрах видно, как стая волков проникла во двор, где свободно разгуливали псы. Несмотря на то, что собаки не на привязи, они не смогут противостоять волкам. Во-первых, эти псы гораздо слабее, а во-вторых, у волков преимущество в количестве. Этих собак мог бы спасти только человек с ружьём, но рядом не было хозяина. Этот пёс чувствует себя более уверенно, так как рядом с ним есть человек. Пёс гоняет огромного волка. Сперва хищник отступает, но затем пытается атаковать. Видео обрывается, и мы не знаем, чем всё закончилось. И волки, и собаки обладают высоким уровнем интеллекта. Но кто же из них умнее? Собаки способны выполнять множество различных функций. Издавна их использовали в качестве рабочих и пастушьих собак. А сегодня некоторые из них служат в армии или работают в полиции. Собаки дисциплинированы и послушны. Обучить стольким задачам волка не выйдет при всём желании. Но можно ли с уверенностью сказать, что собаки умнее волков? Скорее просто образ жизни дикого животного заставил его использовать свой интеллект в других целях. Перед волками не стояла задача угодить человеку. Им нужно выжить в волчьей стае. Волки – социальные животные, и в их стае действует жёсткая иерархия. Раньше считалось, что альфа-самец – это самый сильный самец в стае, который силой доказал своё превосходство, а все остальные должны ему подчиняться. Но последние исследования показали, что все члены стаи состоят в кровном родстве. Альфа-самец и альфа-самка – это родители остальных волков стаи. Именно поэтому их слушаются. По сути, волчья стая – это аналог человеческой семьи, где младшие должны почитать старших. У каждой стаи вырабатывается своя тактика охоты. Волк становится вожаком стаи не тогда, когда побеждает старого вожака, а тогда, когда образовывает свою семью, где его слушаются его дети. Это доказывает, что волки не только умные, но и благородные животные. Пришло время поговорить о собаках, которые без труда победят волка. Эти породы были выведены специально для охоты на волков или же для того, чтобы защищать от хищников домашний скот. Кангалы, или как их ещё называют турецкие овчарки, прекрасно защищали стадо овец от волков. Они взбирались на холм и с высоты выглядывали хищников. Если волк подкрадывался к стаду, то собака не спешила нападать. Сперва кангал лаял, чтобы отпугнуть врага, и часто этого было достаточно. Но если, несмотря на предупреждение, волк всё же атаковал, то у кангала не оставалось другого выхода. Он вступал в схватку и побеждал. Это невероятно сильные и умные псы, которых боялись волки. Кавказскую овчарку ещё называют северокавказским волкодавом. Они, как и кангалы, не подпускали волков к стаду. Затем они переквалифицировались в отличных солдат. Их ум, преданность и смелость способствовало тому, что эти псы стали служить в армии и участвовать в военных конфликтах. С такой собакой не страшно заблудиться в лесу. Она защитит своего хозяина даже от волка. Ирландские волкодавы – это древняя порода гигантских собак, которых использовали для охоты на волков и медведей. Высота этих псов в холке достигала 120 см. К концу Средневековья их всё меньше использовали для охоты. И порода чуть не прекратила своё существование. Сегодня ирландских волкодавов можно встретить нечасто. А вот аргентинские доги – относительно молодая порода. Они не охраняли овец и не охотились на волков. Их вывели как бойцовскую породу. Но аргентинцы настолько сильные, бесстрашные и энергичные, что без труда победят волка. На этих кадрах аргентинский дог повстречал волка. Он попытался атаковать, но волк убежал прочь. Аргентинец не стал его преследовать. Как говорится, волка ноги кормят. И это действительно так. Они способны разгоняться до скорости в 60 км в час. Если стая охотится на крупного зверя, например, на оленя, они долго преследуют его и нападают лишь тогда, когда животное обессилено. Так как волки являются предками собак, то у псов сохранились охотничьи инстинкты, которые люди стали использовать в своих целях. Охотники всегда использовали собак. Например, они часто находили подстреленных уток и приносили их хозяину. Иногда охотничьим собакам приходится прыгать за птицами в воду. На этих кадрах пёс помогает человеку справиться с огромным кабаном. Охотник и его пёс – это настоящая команда. А этот бесстрашный пёс не то, что волка, он даже львицу не боится. Правда, не похоже, чтобы он нападал. Эти двое скорее играют друг с другом. Неужели они подружились? Думаю, вы уже поняли, что многие собаки не уступают волкам ни в силе, ни в храбрости. Но и у волков имеется ряд преимуществ. А волкособы прекрасно сочетают в себе качества и тех, и других. Ведь это гибрид домашней собаки и волка. Волкособы – сильные, умные, верные животные. Но дикая кровь всё же даёт о себе знать. Дать общую характеристику всем волкособам невозможно, так как они слишком уж отличаются друг от друга. У одних особи преобладают собачьи гены, у других – волчьи. К тому же несложно догадаться, что если волкособ рос рядом с людьми, то он будет более преданным и послушным, чем дикий гибрид. Но хоть волкособ и поддаётся обучению дрессировке, назвать его идеальным домашним питомцем нельзя. Всё же волк создан для жизни в лесу, а собака нуждается в человеке. Каждый из этих животных прекрасно по-своему, когда находится на своём месте. Субтитры создавал DimaTorzok